Я нацепил этот значок, вы другой, вы этот мем публикуете, я третий. И как бы все разошлись по своим комнаткам, и ничего не происходит. Это на самом деле современный капитализм, квинтэссенция которого это футболка с Че Геварой. То есть вам продали революцию. Вы надели на себя футболку с Че Геварой, и вы чувствуете, что вот я участвую в политической жизни. Понимаете, в наших условиях, как бы сказать, не до споров, если честно. То есть я тут исповедую принцип председателя МАО, пусть расцветет тысяча цветов. Но мне бы хотелось сделать, что я могу, для того, чтобы эта книга, этот сборник, эта антология могла появиться в университетской аудитории. Чтобы люди могли сидеть и обсуждать предмет на что. Во-первых, он может это не доказать. То есть он может выбрать какую-то методологию, которая приведет к неудобным для него результатам и будет плохо. Или сторонник государства, методист, скажет, а нет, вот есть факты, которые показывают обратно. Вот и поговорили, что называется. То есть какая разница, что там будет эффективно, если это будет стоить даже слезы младенца, условно говоря. Вот если мы завтра, например, узнаем, что счастье наступит, вот для всех максимально полноценно, если вот, например, там, мы ребенка зарежем, например. Из этого будет следовать, что мы должны зарезать ребенка. Да, то есть, например, если какой-нибудь маньяк-убийца, например, получает такое удовольствие от своих преступлений, которое мы все с вами вместе в жизни, например, не испытаем. А этично ли существование государства вообще, те, которые утверждают, что они там консерваторы, традиционалисты, выступают за феномен, который возникает в 17 веке. Церковь может сказать, например, императору, а ну-ка делай, как мы тебе скажем, потому что иначе мы тебя отлучим, и император бослой приходит там и просит прощения. Вот они, значит, там мешают государству. Да как они могут мешать государству, если государство это и есть либерал, лояльность к какому-то государству, если у нас есть там католическая церковь, например. Мы же, прежде всего, католик, мы же вежущие христиане, прежде всего, а не какие-то там итальянцы. Постойте, а что, собственно, а зачем нам вот это все надо? Если у нас есть огромная традиция жизни без государства. Понимаете, друзья, дело в том, что американскую революцию совершали не либералы, ее совершали реакционеры и консерваторы, которые сказали буквально следующее. Что у нас была сложившаяся, значит, вот система сдержек и противовесов, республика, commonwealth, которую корона начала разлагать, расширяя сферу своих полномочий, внедряясь в те сферы, где ее никогда не было. И теперь она протягивает руки к нам, к англичанам, настоящим англичанам сюда за океан, и мы должны сопротивляться короне, потому что она стремится превратить англичан в таких же рабов, как это произошло в Европе. Мы всегда боролись против тирании, узурпации и так далее, и мы будем продолжать с этим бороться, и поэтому мы объявляем независимость от короны. Мы, короче, сами справимся без вашего этого нового большого государства, которое, как существует, вводя новые-новые поборы. Нам это зачем? Нет, мы будем защищать свои древние права, древние права англичан. Вот вам уголовный кодекс, вот вам гражданский кодекс, вот ваши права, вот ваши обязанности. А почему это все так? А потому что вы все принадлежите к такой воображаемой вещи, как нация. Вот есть Италия, у нее есть нерушимые границы какие-то почему-то. И вот это ваша теперь идентичность. Так а почему я должен вообще учитывать, что там вы для себя выбираете? Я могу вас считать просто животными, например. Вот разрушение таких иллюзорных вещей для того, чтобы дальше сказать, а вот мы ищем вещи по-настоящему важные. Возможно, кто-то будет их искать у Платона. Возможно, кто-то будет их искать у святых отцов, например, или еще где-то. Но, на самом деле, выбор не очень большой. Нельзя вопрос закрывать, потому что мы с вами не просто собственники своих тел. А все-таки у нас есть бессмертные души, ради которых мы вообще не должны спираться. Хороший там, не знаю, дом, там вообще все вам сделано. Но только вы имейте в виду, что я вообще-то по вечерам выхожу и насилую девушек. А вам вот лично, вот вам, например, я сделаю все красиво. Раньше не было обязательно лучше, потому что, например, до Христа было хуже, чем после пришествия Христа. Как христианин я не могу выступать с позиции просто-просто раньше, 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 раньше. Ну, это совершенно не обязательно. Раньше могло быть и хуже. Меня интересует... Язычество — это вообще современное изобретение выпускников литературного института, который, значит, сделают. Они могли бы там толкинистами быть, а некоторые там пергумножцы ставят, там, или еще что-то такое. Я не выхожу в криминал, я кому не советую. Я существую сугубо правом. Что бы такое сделать, чтобы наступило, наконец, христианское государство, чтобы я мог нормально быть христианином. А то, что это за кошмар? Вокруг, значит, одни язычники, не знаю, что делать. Подожду-ка я быть христианином до тех пор, пока, значит, не наступила замечательная там священная римская импульска. То есть вы или сейчас христианин, и всегда. Или этого времени никогда не наступило. Что недоступно тирану? Тирану недоступна дружба. Почему? Потому что дружба, настоящая по Аристотелю, это способ одного человека стимулировать другого человека в добродетель. А тиран заведомо не добродетель. Он не может найти в другом человеке того, кто будет говорить ему, что ты должен перестать быть тираном. Ну, хорошо. А если вы действительно все такие индивиды, и нет никакого фундамента стоящего за вами, а почему вы вообще должны беспокоиться о том, что с вами происходит? Что будет, знает только Господь Бог. Я на себя право заниматься пророчествами, а уж на что Господнюю волю, ну, а мы уж будем как-то по-христиански. Просто вы забудьте про государство, выйдите на улицу и думайте, кто-то его нет. Вот посмотрите, как ваше жизнь. Дебилет с лучшего страха. Ну или почему? В 21 веке в России все еще говорить о таинственных либералах, которые там страшные капиталисты, их просто не существует в мире. Этих людей нет. Такого либерализма в мире нет. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал Солнц-Цепион.